Вот эти мальчишки и девчонки наша юная олимпийская смена. Более 60 медалей различного достоинства завоевали они на проходивших в этом году всероссийских юношеских играх, заняв в итоге четвертое место после столичных команд. Юных атлетов приветствовал вице-губернатор области Юрий Логойда, вручив лучшим подарки. Сегодня традиционный олимпийский бал. Это хорошо, что он стал традицией. Это дань уважения великому направлению нашей деятельности, великому занятию, которым должны заниматься и занимается сегодня конкретно вот вы здесь сидящие, это спорт. И конечно то, что ради или во имя великого спорта проводятся подобные мероприятия, это конечно о многом говорит. Поздравить чемпионов и тренеров пришел известный в прошлом боксер Василий Шишов и начальник главного управления образования области Ефим Коган. Привлекательность спорта будет особо ценна и особо, так сказать, будет выделена просто тем обстоятельством, что за этим стоит здоровье, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, сфера, в которой может реализовать себя тот, кому, Господом Богом, так сказать, отмечена вот эта черта таланта. Это было всегда, это будет всегда, и всегда будут те, кто восхищенно смотрит на прыгающих, бегающих, плывущих, метающих и так далее. Вот, и тот, кто завидует, и тот, кто восхищается этим, это нормально, это и есть тот набор человеческих эмоций, качеств, который и составляет эту нашу простую и в то же время очень непростую жизнь. Поэтому на фоне всех искусств будет, конечно, искусство спорта, но у спорта есть одна особенность, он всегда зовет к здоровью, он всегда провозглашает эту ценность. Ценность здоровья в новом тысячелетии будет, ну, на наш взгляд, особой, особым, так сказать, отмеченным образом, поскольку мы входим во время очень быстро меняющихся обстоятельств, время стресса, время особых ситуаций, к которым очень трудно привыкнуть и которым нужно будет, то, что называется, встраиваться в бою, встраиваться по мере этой жизни. Поэтому закалка спортивная будет очень важна, очень нужна, и в этом смысле спорт будет, на мой взгляд, особой категорией в новом тысячелетии. Я хочу пожелать всем тем самарским спортсменам, которые у нас еще год будут в Сиднее выступать за национальную российскую сборную команду, чтобы они смогли доказать свою мощность, силу, как это были предыдущие Олимпийские игры, а всем тем спортсменам, которые начинают или те, которые уже сегодня продолжают этот спортивный путь, чтобы они достигли следующих Олимпийских игр, а мы, конечно, со своим педагогическим коллективом, тренерским составом будем, безусловно, способствовать тому успешному выступлению спортсменов, которые сегодня имеет наша Самарская область. А после новогоднего балла школьников пришел черед губернского балла олимпийцев, который по традиции собрал в Самарском дворце спорта лучших спортсменов области и их наставников. Областная спортивная газета «Самара Спортуэкспресс» назвала лучшими атлетами губернии уходящего столетия олимпийских чемпионов боксера Олега Саитова из Жигулевска и гимнаста Алексея Немова из Тольятти. Ну, наверное, самое главное, чтобы был такой год, чтобы не было больших, наверное, нервных срывов, чтобы шла нормальная подготовка вот к этим олимпийским играм. Я бы себе хотел пожелать. И, ну, конечно, чтобы, знаете, как творческое, чтобы в сердце так огонек был всегда. Ну и, конечно, чтобы по максимуму смогли на олимпийских играх выступить. А максимум это как? Ну, как максимум. По максимуму. Как можно больше. А есть уверенность в своих силах, что именно так и будет? Знаете, есть уверенность в себе, что человек может все. Это я как бы однажды сам себе уже доказал. То есть, если человек захочет что-то, он может достичь этого. То есть, ну, я постараюсь, как говорится. Я постараюсь, чтобы у меня все было к тому моменту, чтобы все было готово. Ну, конечно, еще от Бога много зависит. От людей. Пока три представителя нашей губернии – Саитов, Немов и фехтовальщица Ольга Шаркова – завоевали путевки на летние олимпийские игры в Сидней 2000 года. Но среди участников бала было немало тех, кто готов поспорить за место в олимпийской команде. И всех их мы поздравляем с отличным завершением спортивного года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!